манифеста вас получается это генераторы это генераторы но у них есть манифестирующий канал то есть есть скажем способность сразу перейти к действию после отклика у них есть возможность эту энергию если это не эмоционально очень важно здесь не прыгать данные эмоции сразу реализовать есть вот эта моторная связь с горном как у манифесторов другие генераторы они может быть чистый генератор будут более спокойными медленными чем манифестирующие манифестирующие более вы быстрее скорее это не означает лучше опять же можно быть очень медленным генератором и постепенно постепенно приходить к своей силе до через отклики манифестирующие могут также пролистывать что-то смотря фильм до какой-то пролистнул все и там понятно но потом с другой стороны приходится возвращаться да это такой минус манифестирующий генераторов они перескакивают зато могут как бы не какие-то незначительные вещи тоже пропускать поэтому манифестирующий генератор хорошо понимают друг друга с манифестом если не путают роли потому что манифеста это вообще-то другой тип манифеста и вас всего там около 8 9 процентов это просто девушек манифеста ров много да а все девчонки манифест потрясающе а еще смотрите аурическая аурическое поле да у каждого из нас есть электромагнитное поле генератор это обволакивающие теплая энергия вот она открыта она впитывающая она говорит я здесь обними меня это генератор да побольше человек понятно разные есть эмоционально 159 6 этаж вообще если наверху волны это все родные это вот это есть там у кого его там они может более колючий будет но все равно это теплая энергия и проекторы могут увидеть эту разницу это генераторы тоже на самом деле мы просто может быть не так чувствительны как проекторы в том смысле что мы внутри своего поля этого электромагнит манифеста и ваша аура она немножко закрыта она более плотная вы словно за стеной стеклянные даже нет не стеклянный за стеной для чего это дело в том что манифеста исторически эволюционно разработан разработан программой для влияния и если посмотреть на вот эту метафору с театром то есть и генератора это актер театра то манифеста это ну может быть вот режиссер который запускает какой-то спектакль а может быть такая более психотерической метафора своего рода граница театра то есть это то существо которое проходит по по еще не существующему пространству создавая коридор возможностей не совсем так вот представь мы находимся во льдах да и мы есть маленький такой вот островок где мы можем плавать и тут мы не можем выплатить льды дальше нужен манифест который приедет приплывет нас на своем лига ледорубе и пробьет этот лед и создаст в этой стенке дверь в которую дальше могут пойти другие люди другие типы то есть манифеста здесь для того чтобы принести что-то новое какую-то мутацию какой-то поворот в русле если течет река это жизнь генератор то вот повороты создание изменения поворот это манифеста если я драм лампу как это называется рублю дрова да и вот я рублю рублю и уже там топор сваливается и все генератор мне кайфово если я удовлетворен мне нравится энергия течет я удовлетворен я не думаю о результате сколько мне надо дров еще что-то я кайфую приходит манифеста ведь все значит откладывать топор теперь пили на тебе пила острая спасибо если у меня есть отклики откликаюсь на этом запилить как хорошо кайфово энергия выходит я доволен да и манифестор не должен сам брать пилу вот в чем ваша фишка вы здесь не для того чтобы работать вы именно для того чтобы влиять запускать процессы новые женщины и это большой большой вопрос большая сложность вообще это янский тип это самый янский тип ян это мужская такая архетипическая энергия что это значит не знать что вы мужики новые бабы с яйцами скажем так и вот надо понимать что воспитание которым вы росли будь девочкой подожди мальчик должен первый подойти не спеши не начинай сама пусть ну вся вот пропаганда да мы могли еще и по рукам бить да особенно женщины как правило манифест проживают очень сильное обуславливание то есть вот это расковырять себя для женщины манифеста это очень тяжело страшно для генератора немножко проще процесс потому что стратегия понятно ничего больше не делать ждать пока что-то придет на это откликнуться то есть принципиально иной паттерн от всей этой пропаганды успеха да то есть не надо подлежать камень вода не течет иди нет все херня остановить остановись будь чувствителен к жизни придет запрос твой сократ реагирует у манифесторов там страшно потому что и тот самый источник который должен инициировать но это не из ума должно быть и ствол внутреннего авторитета мы к сожалению сейчас не успеем разобрать темы внутренних авторитетов это большая очень тема вообще эта программа минимум там трехдневного ливинга вот но именно вот эти авторитеты но все равно вы должны суть уловить что пока вы не возьмете свою жизнь свои руки она не изменится никто кроме вас здесь не коммуницировать до информирование и часто подошли к стратегии манифеста если у генератора это ждать чтобы откликнуться то манифеста стратегия скорее психологическая сейчас я расскажу психологическая то есть вам вообще-то не нужно никаких триггеров для действия у вас внутри рождается ясное понимание что а вот это должно быть сделано или через эмоциональную ясность или в моменте через телесное ощущение в теле вот здесь предмет этот он должен быть здесь пойду и скажу что вы переложили например и в этом ваша правда и вы действительно должны это сделать но в чем как бы фишка манифеста манифеста и могут быть очень сильно гневными существа из-за чего что вы не любите больше всего чтобы кто-то вставал у вас на пути вы идете манифестировать вас идет влияние кто-то особенно генераторы то могут испугавшись этого а что ты делаешь а куда-то пошел а почему контролировать пытаются люди манифеста почему паша боятся непредсказуемости вашей поэтому контролировать пытаются и чтобы снять этот контроль снять страх других людей вам крайне необходимо просто предупреждать людей на которых вы повлияете своим манифестированием и это называется информирование предупредили люки пока вы не проинформировали это непонятно когда вы информируете вы снимаете напряжение других людей они больше не боятся то есть например вы в то есть вы делаете вот это предупреждение тогда когда вы уже собственно инициируете саму жить люди не встают на у нас на пути в страхе что такое куда ты пошел почему что вас это бесит и тогда вы можете быть гневными тогда вы можете быть очень злыми манифестора это те вожди которые отрубали головы если кто-то вставал на пути так вот гнев манифестора это ложная я смотри если это испытываешь гнев значит либо ты где-то не проинформировал либо делаешь из головы потому что если проинформировала мир расступается никто не хочет иметь делать вот это вот особенно когда манифестор манифестирует это же янская мощная плотная аура идет я что я дурак что ли отойду у меня даже в отношениях девушка который у нас очень теплые отношения на эмоциональный манифестор когда она пришла вниз внизу волны у нее был низ волны эмоционально она пришла на что-то злая я взял у нее курточку повесил и ушел на кухню потому что и и там стою думаю блин как в как 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 сейчас не общаться потому что но я понимаю я не хочу к этому лезть вообще не то что мешать и это существо она может отрубить голову это чувствуется вы смеетесь но это жизнь вы сейчас ржете а это люди из вашей жизни да и это не простая история это непростая история для женщины манифестора понимаете о чем речь поэтому я не я хочу я очень редко встречал единицы женщин которые так или иначе больше манифесторов реализованы в семье нежели где-то социальной истории как правило женщины манифесторы больше реализовывать себя именно в социальном движухе какой-то где они могут влиять и так далее поэтому вся эта социальная пропаганда ты женщина там юбка в пол бывает да не ведитесь на это двигайтесь через свою правду да и вот вы не должны быть той самой домашней такой покорный женщина невозможно вы не будете тогда счастливы да это стереотип просто готовить да это очевидно нет не очевидно разы очевидно значит у нас получается есть манифестора есть генератор это вот такое большое ядро вот этой энергии да но манифестора сейчас мы видим отходят немножко от власти глобально то есть у нас в мире вот сейчас трамп стал президентом там american generator там ну не везде как бы манифесторы вожди уже то есть немножко меняется структура это связано с глобальными циклами мы тут скоро в 2027 году вообще ждем эволюционной мутации то есть рождение нового ребенка рейва да то есть вот эти дети которые сейчас аутисты ну типа того только это немножко глубже потому что прокатка мутации вот это аутизм как бы да это создание по сути платформы для рождения новые формы биологической и мы вообще столкнемся с новой формы сознания потому что у них уже будет коллективное сознание если у нас индивидуальная осознанность у них групповая будет и там будет очень сильно изменений для нас как для цивилизации потому что мы с ними продолжим существование на земле но как неандертальцы с кроманьон сми какое-то время были на в одно время да но это уже программа будет развивать уже другой вид то есть наша с вами история на принципе человеческом смысле завершается и манифестовская роль она отходит то есть мы не говорим о том что у вас не будет место когда-то на земле например лошадь имела очень большое значение ну там мы пахали на ней воевали сейчас есть техника да для этого но лошади все равно есть очень красиво они там бегают там да ими любуются то есть и в целом жизни лошадей сейчас легче и лучше чем вот в те времена правда то есть роль манифестора она просто изменится она трансформируется все равно они вы нужны но генератора остались без власти сейчас и мы то что сейчас видим последние годы это мир генераторской природы больше производить больше производить еще больше нам не хватает машин не хватает домов энергии энергия энергии генератор и для того чтобы внести вот эту разумность чтобы направлять эту энергию в мире появляются проекторы ты тоже проект а ты манифест посмотрите вот сидят проекторы посмотрите на манифеста и вот генератора и вы можете если вы чутко и внимательно посмотрите увидеть эту тонкую разницу сейчас расскажу про проектор значит у проекторов аурическое поле она очень интересно это единственный тип у которого аура она направлена в другого человека проектор существо своего рода альтруистическая это не говорит о том что это люди которые здесь всегда все для других но это люди которые генетически созданы быть более чуткими более понимающими другого человека более чувствительными в чем их в чем их особенность проекторов они здесь в большей степени ну скажем так это вы как обычные люди можете жить делать что угодно но как у всех супергероев у нас у всех есть суперспособности до в генераторов это супер энергия которая нам недоступна из ума только из отклика до свои условия есть манифесторов это влияние манифесторы могут влиять это ваша суперспособность и подпись истинного я это покой когда он никто не мешает если вы всех проинформировали как для вас удовлетворение а у проекторов это суперспособность это вот это вот суперспособность направлять энергию другого человека которая включается тоже определенным образом вы не можете сами взять от генератор и что будут направлять у вас еще более сложной может быть конструкция энергетическая в чем она вот это вот стратегия заключается вы должны дождаться приглашения то есть это суперспособность вот это качество проектора она не может произойти без приглашения да в каком-то смысле готовность и желательно вернее так нежелательно а она из двух частей это приглашение состоит готовность которую ты называешь это энергетическое приглашение это то что ты чувствуешь меня видите человек он меня распознает и он меня открыт его энергия доступна а дальше идет формальное вербальное приглашение я хочу с тобой иметь бизнес я хочу с тобой иметь отношениях и то есть тебя я хочу с тобой кофе попить я хочу с тобой поговорить человек должен эту энергию свою принести тебе и предложить тебе как проект потому что в чем суть проектора проектора и генератора это такая очень во первых это 90 процентов населения так проектор и генератор это большая часть людей во вторых именно проектор и генератор это та связка в которой нам предстоит взаимодействовать эволюционно мы как бы созданы друг для друга вы не можете сканировать манифестора да вы можете их хорошо видеть и понимать но внутрь их ауры вам не проникнуть своим вот этим щупом аурическим у проектора она так устроена аура это как хоботок такой который входит в генератор как нож в масло легко проектор может легко сразу считать что происходит с этим генератором до что он проживает то есть если генератор там говорит проектору там типа да нормально все я там типа сейчас проекта все очень чутку и хорошо чувствует но не можешь ты как бы эту осознанность разделить с ним пока у тебя не спросил пока он как бы не запросил этого качества то есть получается что есть у нас энергия на и генератор я бы предложил эту метафору это вот закрытыми глазами идешь я тоже генератор это не не то что мы тупые еще что то есть огромное количество ученых там тесла юнг там фрейд они были генератор но это скорее об осознанности мы не видим так себя как мы можем видеть себя с проектором но очень важно чтобы это был правильный для нас проекта то есть наша природа должна его распознать мы должны почувствовать я как генератор это иногда переживаю как такое ощущение полной как бы открытости сдачи словно как ребенок потому что проектор действительно как как я уже сказал вы не для того чтобы рожать детей вы для того чтобы быть родителями взрослым запутавшимся генератором то есть это то что чувствует генератор рядом с проектом со своим что есть некое существо качественно более разумные скажем так не не в привычном понимании он умный еще что-то это просто существо которое оборудован для того чтобы распознать понять твою энергию генератор как пианист и пианино понимаете или там настройщик пень по сути это это настройщики это гиды для чего чтобы мы могли расцвести да и правильный проектор есть просто понять еще проектор ложного я это те люди которые проекторы которые не доверяют жизни ожидая приглашения сами инициируют себе он вкусненький генератор ну-ка я сейчас в открытую они не подойдут не скажут я проектор я сейчас инициирую тебя они будут слушать тут такое дело подходить если вы видите что проектор сам начинает коммуникацию вы можете даже почувствовать вам это горько во первых потому что вас как бы чего за херня как будто кто-то как флайер сдают на улице вот эти ощущения и весь ваш дар он обесценивается практически вашему инициированию а генератор может чувствовать назойливость вот этого достать от меня уже ненасытность проектов скуда что он хочет внимание какое-то признание постоянно не мой ты проект отвали да вот но если такого не происходит вы чувствуете свою открытость и вас появляется запрос вы видите вот этот человек он что-то знает для чего там не нужен это так генератор ощущает проектов вы можете подойти искать слушать чувство поговорить и это действительно может быть очень глубокий для вас опыт когда для проектора как инструмент самый лучший это задавать вопросы потому что да ты например ментальный проект а ты можешь поделиться своей перспективой как ты понимаешь вещи как ты их видишь если ее спросили до какую-то историю искать но самая большая ценность проекторов способности точный вопрос задать пообщаться как коучи вы по сути коучи вот в чем суть но в ложном я то есть опять же вот в этом мире искажений проекторы особенно вот и ментальный проект вишня ни одного моторного центра не определено ты можешь очень сильно обуславливаться столько энергии столько сил то я сейчас это сделаю это сделаю и быть как ложный генератор и если ты устаешь бегаешь постоянно в работе как проектора тебя не разглядеть получается что за что я могу пригласить проектора за ту разумность которая в нем есть то есть если я вижу что ты что-то что с тобой я могу делать какую-то свою работу лучше да или может быть коррект не ли другую работу да я сейчас не удовлетворен не нужна помощь проекта но я вижу что он с языком на плече бегает сам и уставший я и сам себя задолбаю полностью мне не нужна здесь помощь да то есть вот этот момент вы не для того чтобы работать здесь вы здесь чтобы направлять энергию других людей и направлять и доступ к ней вы можете только тогда когда эта энергия вас распознала как проектора это действительно на мой взгляд мой опыт у меня очень много разных отношений мой профиль 1 3 это постоянные какие-то вот эти смены взаимодействия с людьми у меня много личных отношений было и я могу сказать что это кардинальная разница с генератором с манифестором с проектором глубина интимность которая возможна с проектором она невозможна с другими типами потому что это единственный тип который полностью у вас вываливается просто как таковой сакральной энергии своей же нету то есть по сути если мы говорим про сцену жизни это актеры это вот этот режиссер то это прожектор который светит высвечивая роль генератора на полотно жизни я знаю несколько проекторов которые здесь в москве они как артисты в общем такие выступают еще что то есть они успешны подпись проектора это успех они успешны но не в чем фишка да очень часто мы понимаем под успехом гомогенизированный вот этот успех что плод от логи смен ты цветы и проекторы действительно здесь для того чтобы быть успешными но эти проекторы которых я сейчас хотел сказать они их в них чувствуется горечь потому что их не видят скажем ты такой молодец ты столько работы можешь делать ты такой сможешь взять на себя обязательства и тут сутками пахать но это не ты твой ум что у тебя за канал там 156 это твой ум понимаешь твоя способность и твоя супер чувствительность все внизу открыто помощь игруши ментальный проектор у вас очень мало то есть если проекторы это проводники для генераторов то ментальные проекторы это проводники еще для проекторов все что происходит в твоих в каждом открытом центре у всех у нас мы как бы рецепторы понимаете мы чувствительны к энергиям других людей своих открытых центров и вот соответственно представь себе у тебя все открыто кроме горла же то есть все что все энергии эмоции уровень здоровья силы воли энергичность стрессовость все ты считываешь и может вербализовать рассказав что с человеком происходит но фишка проекторов это общение один на один очень важный момент потому что щуп то он в одну в одного человека и когда вы сидите в толпе мало того что вы даже вот может быть говоришь с одним а сканируешь другого такое тоже может теряется не у нас три проектора от и селезеночный проектор спонтанный да у тебя там есть 18 58 я смотрю до канал это очень качественную критику ты можешь дать ты можешь увидеть что не работает у тебя там еще есть какой-то да и 2 а и структурировать какую-то информацию структурировать сделать эффективнее процесс найти то что неисправно в нем но смотри с этим твоим каналом большой соблазн очень есть всегда критиковать никогда не делай этого без запроса потому что иначе ты будешь отвержен будешь чувствовать горечь и ты конечно можешь видеть что можно исправить что можно улучшить это твоя природа ты мгновенно находишь пришел и сразу можешь видеть блин здесь 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 можно исправить и все в ауре в твоей мы же излучаем свою они тоже начинают это видеть мы все приносим свою энергию имею ввиду что пока тебя не спросили во первых все про всех проекторов никакой фидбэк в нем вы вы можете это сказать она не войдет как об стену горох еще отвержение получится если это еще и какой-то мощный эмоциональный генератор еще и конфликт который вас смоет просто поэтому вот это ваша тонкость ваш действительно уникальный дар каждый тип вы знаете каждый тип он достойным некого восхищения я всегда когда начинаю размышлять или говорить о каком-то типе я начинаю это видеть эту красоту да и до мурашек иногда да вот и у каждого есть своя сверхспособность как я уже сказал то что генератор в отклике это прекрасно да это как вы сможете смотреть и залюбоваться вот этими как можно смотреть вечно на огонь на работу генератора что манифестора это невероятно красиво да это вот это орел парящий там в горах там до одиноко волк там не в невовещей стаи да это волк прямо до который сам по себе вот это все на что проекте это универсальная уникальная такая история которая к сожалению раньше не была доступна на планете не было возможности для реализации вашего качества до некоторые аналитики даже горящего проектора рождаться стали недавно ну да вы были но у вас не было возможности как бы для выражения советники может быть какие-то да вот хороший пример есть путин манифестор и лавров он проектор очень хорошо видно как они работают у него другой дизайн я видел его бодиграф может быть другой в другие часы да да ну вот а еще год же разный да то есть там бодиграф у него сильно другой но у него абстрактный ум тоже я помню не помню других деталей но в любом случае проекторы есть есть сейчас я вижу очень много успешных проект проекторы действительно хорошо во первых любят внимание и его получают но очень важно чтобы был правильное внимание и вы можете быть окружены цветами признанием таким социальным но при этом быть очень горькими да то есть и закончить путь очень грустно вот даже оша вот оша был проектор но вроде можно сказать пробужденный человек да то есть он там делал такие сатсангин подготовил пространство для появления этого знания поскольку первые люди кто в дизайн вошли это сани сина шанские были но проживал вену себя как проектор он везде инициировал приезжал всякие диспуты он влезал во все возможные эти самые и в итоге посадил свое здоровье и когда он умирал были ли с ним рядом генератор который его персонально признавали как своего проектора он все-таки проявлял вот эти паттерны и внимание и так далее не факт что это было именно для него физически корректно но мы не можем обсуждать и осуждать это эволюция мы не знали тогда дизайн опять же это все приходит во время значит соответственно для вас стратегия это ждать приглашения вот и ваш инструмент это задавать вопросы и через это вы можете прийти к своему успеху вот я этой своей подруге актрисе написал что я тебя очень люблю эти очень благодарен что ты мне задала такой вопрос для нее это может быть было не сложно а для меня целый фрактал опыта начался напрашивается да ну вот это ваш такой интересный дар ваша чувствительность и сразу хочу сказать что большая часть того что вы чувствуете рядом с генераторами это вот генератора особенно если вот у вас много открытых центров это не ваше как бы чувствование но вы можете ощущать что что-то хочется сделать не надо это делать спросите рядом сидящих генераторов это их желанием их энергия вот мы рефлекторов не будем обсуждать их просто здесь нету но если у вас появится рефлектор какой-то в поле это человек который может направлять осознанность группы если у нас проектор это направляет осознанность индивидуума один человек в одну единицу времени то рефлектор как зеркало в нем как вот если он долго находится с вами будет тусить там месяц-два вы увидите что по нему видно что вообще происходит в коллективе и они очень хорошо могут считать заранее нагнетать что надвигается какой-то конфликт или что-то еще это не произошло они уже чувствуют эти энергии через них протекающие как вот сканеры такие да но я видел свою жизнь только одного на мой взгляд пробужденного рефлектора это не сарк преподаватель она вела living я помню вот сидела группа она вот нас посмотрит на человека говорит что такое чутка чутка так и там слезы сразу такая а тут и что такое вот так и распознавание ну ладно вот четыре типа я сейчас такую вам дам напоследок как бы несколько точек куда можно смотреть дальше следующие как бы такие темы которые для вас могут быть актуальны это темы центров авторитета и профиля значит все 12 профили есть они тоже указаны там один три два четыре вот в описании вашего бодиграфа и есть центры девять центров это какие центры определены показывает какой там у вас внутренний авторитет то есть собственно самый-то важный момент это то как принимать решение то есть фактически у каждого разный способ у генератора это там сакральный отклику эмоционального генератора еще потом надо ясности подождать у вас у манифесторов либо это селезеночный авторитет телесный то есть ощущение в теле либо это эмоциональный тоже авторитет бывает эго авторитет у манифестора это сила воли появилась на какое-то действие смотри вот у тебя например телесный авторитет спонтанной то есть ты можешь ощущениями в теле в моменте в мгновенно почувствовать это твое приглашение или нет здорово она или нет мгновенно да у тебя скажи пожалуйста я тоже телесная авторитет то есть именно телом ощущение тела не ментальные размышления калькуляция а как тело ощущает здорово это или нет для тебя а у тебя вот интересная история лишь там вот есть ворота у тебя спящие в бодиграфе они все ворота которые есть а центров нету ниже горло а ум не может быть авторитетом что же делать значит твое принятие решения очень интересный процесс тебе чтобы услышать свою правду тебе нужно общаться с разными людьми на на тему своего вопроса когда ты находишься в ауре другого человека к твоей твоим этим воротам его ворота добавляются появляются каналы и как бы появляются выгрузка твоей определенности и когда ты общая например со мной разговариваешь да понятно ты часть своей природы начинаешь слышать но с очень сильным шумом моей энергии как бы и поэтому ты не можешь этому доверять поэтому тебе нужно поговорить еще с кем-то и еще с кем-то еще с кем-то и тогда вот это да обусловленность другого человека она станет неким эфиром а на фоне этого нечто неизменное это и будет твоя правда и вот как когда вы получили приглашение проектора вам нужно профильтровать в твоем случае вот таким вот образом проговористыми друзьями я там позвали в проект в один да и я рассказываю одному другу другому и слышать что-то говоришь вот такой непростой способ это очень я точечно подошел всю ту ту информацию которую я вам рассказал на другими словами вы могли прочитать в интернете до другими словами но это не оживет так потому что здесь начинается волшебство ощущений то есть мы сели вы прочувствовали вот посмотрели это так работает да каждый каждый центр имеет свою тему там у нас есть и моторные центры которые энергии до заметим что я как раз об этом начал что есть центра центра осознанности ци моторные центры видишь значение этих центра ты хочешь услышать я боюсь что это очень долгая история вот есть но как бы очевидные вещи то что у нас наверху ментальная система это наше мышление что мы думаем и как мы думаем горло это выражение сакрала я уже говорил про генераторов это энергия жизненности творчества вот эта сила справа крайне это эмоциональный центр который генерирует эмоциональную волну это уже есть да это уже вот вопрос про мутации значит мы движемся на вот этой вот последовательно разворачивается эволюция когда-то давайте мы последнюю мутацию возьмем были неандертальцы произошла мутация опускание гортани развитие неокортекса человек разумный говорить можем размышлять можем неандертальцы были лишены этой возможности у нас есть мы сейчас говорим это ментально уже осознан мы круто получили эту фишку следующая мутация принесла развитие эмоционального центра который дал возможность нам еще друг друга чувствовать не только ментальном плане и в ощущениях по ощущение этого всех животных телесная осознанность ментально это человеческая собаки нас не поймут час чем делаем мы вербализм говорим и это же мая внутри ментальные происходит поле я говорю какие-то буквы они у тебя расшифровываются в слова символы и образы которые связаны с этими словами и формируется как бы картинка это только ментальный план но еще мы чувствовать можем друг друга это уже эмоционально вот у нас было три как бы центра осознанности и каждый раз новая мутация создавала центр осознанности ментальный и эмоциональный значит следующая история что мы получили мутацию делу нас теперь не 7 центров а 9 центров этого 1731 году и следующая мутация она ждет 2027 году но это уже мутация это появление буквально нового физического нового в новой формы жизни нового аватара это вот аутисты которые которые сейчас рождаются это как прокатка мутации да они будут отличаться принципиально они не будут разговаривать они не будут вербальными ментальными они будут не понимать сначала мы будем думать что это инвалида потому что ну как глубокий аутиста с ними же невозможно общаться ты ему гриш коля он коля а он не чувствует себя отдельным колей у меня было начнение женщина которые двое детей аутисты она говорит вот ощущение как твоя рука же она не распознает себя что она отдельная рука а вторая рука находится в иллюзии отделенности и она с ней пытается взаимодействовать эта рука смотрит и ну в шоке как бы что происходит даже не шоке она не осознаете отдельной рукой то что нам сейчас непонятно да это как это мы же индивидуальной осознанности находимся я и ты мы же говорим а вот приставь мы сидим сейчас ну там это много людей но пенто 35 человек да вот у рейвов будет они будут собираться в эти пенты и их осознанность она будет одно существо с тремя пятью телами до надо аутистов не не до конца еще совершена мутация она просто прокатка такая будет другой просто эмоциональный то есть зачем мне с тобой о чем-то говорить если я чувствую тебя как себя не 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 как себя ты есть я то есть у меня у тебя почесалось плечо я его почесал грубо говоря зачем нам вербально это же так долго вот я сижу частом 2 1 рассказываю зачем пришел скачали все ушел до по большому счету даже скачивать то не надо зачем и так доступ есть к этому вай файл понимаешь как вот но у нас это у нас вот эмоции мы можем иногда переживать особенно эмоциональные существа мгновение ясности когда друг бац и наступило глубокое знание о вопросе что но она как момент потому что почему потому что вот это вот волна эмоциональное поле вот такой диапазон а видеть мы наши формы могут только часть спектра и получается всегда в волне низ волны верх волны не слова настроения а у рэйвов будет сразу все никаких настроений это не наши эмоции рэйвы это просто вот чё знание как есть это конечно шире чем ментально осознан такой вай фай слова отклик она очень широко обычно понимаете и открыт проект игра рядом не отклик на эту историю в контексте дизайна человека отклик это ответ сакрала на запрос снаружи